так я так понимаю прямой эфир у нас начался уже у нас где-то 20 секунд задержка между чатом и нашей трансляции сейчас я посмотрю чтобы все было хорошо да все на весь экран так ребята всем привет все нонси думаю видели уже у нас сегодня в прямом эфире александр кропачев правильно да сказал это региональный представитель дпс он добровольческий поисково-спасательный отряд лиза алерт в краснодарском крае директор автономной некоммерческой организации центр поиска пропавших людей краснодарского края все правильно да так ну и тогда мы начнем сразу с первого вопроса структура поискового отряда из чего состоит поисковый отряд кто глава этого отряда но главный до который вот от кого все так стоп от кого это все зависит и потом дальше будем уже по вопросам ну добрый вечер приветствую всех кто с нами сегодня наверное айтоп суза и записи будет смотреть наверное хотелось бы совсем кратенько рассказать кто не в курсе об истории отряда в далеком 2010 году в подмосковном орехово-зуево 4-летняя девочка лиза помкина вместе с тетей собаками ушла в лес на прогулку ушли в лес и не вернулись на протяжении практически пяти суток их никто не искал а пока информация не вышла в интернет и на поиск не стали съезжаться просто люди неравнодушные которые увидели крик о помощи о том что нужны люди в лес искать маленькую девочку приехала порядка 500 добровольцев искали к сожалению на 9 сутки нашли погибшей тетю на 10 сутки нашли погибшей переохлаждение девочку лизу на ней лежала собака и пыталась теплом своего тела согреть ее как потом показала экспертиза девочка не дождалась какие-то считанные часы вот и ребята которые принимали участие в поиске пораженные таким событием этим итогом приняли решение что нужно сбиваться ну в своего рода стаю и постараться сделать так чтобы дети не пропадали чтобы максимально попытаться предотвратить эти ситуации и в десятом году был организован поисково-спасательный отряд добровольческий поисково-спасательный отряд лиза alert председателем отряда у нас на сегодняшний день является григорий борисович сергеев вот он как раз таки лично принимал участие в том самом первом поиске по регионам у нас сегодня 64 региона в которых представлен наш отряд в них руководителями на местах региональным представителям как раз-таки является региональный представитель отряда в регионе вот так же у нас есть кураторы федеральные и региональные кураторы эти люди которые помогают в работе регионов и соответственно является неким связующим звеном между регионами и а Нам уже 12-й год, уже более 145 тысяч заявок за это время отработано нами. Порядка 110 тысяч поисков завершены успешно со статусом найден жив. Впереди мы надеемся, что у нас огромная работа с большим количеством найден жив. Мы с удовольствием бы хотели, чтобы нашего отряда никогда не было, чтобы люди не пропадали, но тем не менее, с учетом того, что сложилось так, что без добровольчества сегодня никуда, мы вот таким большим братством, большой семьей своей сегодня проводим работы по поиску пропавших людей по всей стране. Я вот недавно смотрел интервью с Леоновым и его там представили как главенствующего в отряде Лиза Алерт. Леонов, он кто такой? Дело в том, что главенствующего, он является координатором. Кто такой координатор? Координатор поисков, то есть человек, который берет на себя ответственность, в том числе, чтобы понимали, уголовную ответственность при проведении поисково-спасательных работ. Человек, который возглавляет всю работу, именно если мы говорим по линии добровольческого нашего отряда Лиза Алерт, человек, который берет на себя ответственность за поиск пропавшего человека. Безусловно, мы работаем со структурами, с правоохранительными и при их присутствии на поиске являются руководителями ведомственного штаба именно правоохранителями. Но если никого нет, и в целом, в принципе, по линии Лиза Алерт поиск ведет руководитель поиска, это координат. Вот Сергей, Олег Леонов, Олег Юрьевич Леонов, он как раз таки является одним из координаторов, который занимается поиском пропавших людей. Он еще депутатом является при этом, и как он объяснил, что пошел он именно в депутаты для того, чтобы на законодательном уровне какие-то оказывать помощь поисковым отрядам. В том числе, то есть сегодня не секрет, что не просто, допустим, если мы так отойдем в сторону, не только в направлении вообще добровольства, да вообще везде. Если у тебя есть определенный инструмент, ну давайте так, что такое депутатство? Это действительно инструмент, который позволяет решать определенные вопросы и продвигать вопросы. И сегодня на уровне депутата Государственной Думы как раз таки Олег Юрьевич поднимает ряд вопросов и толкает тех вопросов проблемных, которые на протяжении уже многих лет не решаются, но решение которых могло бы, и результат которых положительный, мог бы увеличить эффективность поисково-спасательных работ. Так, у меня второй вопрос. В каком случае Лиза-Алерт приступает к поиску, когда пропал человек? Мы приступаем к поиску всегда, практически всегда, когда у нас поступает заявка. Дело в том, что заявка на поиск пропавшего человека может быть подана через наш сайт, lisa-alert.org, может быть подана по телефону горячей линии, ее номер 8 800 754 52. Либо, допустим, это могут быть информации, которая передана теми же правоохранительными структурами, там о том, что добровольцы могут обратиться параллельно, скажем, будет вестись еще поиск добровольцами. Но всегда любая заявка у нас проходит через, должна пройти через линию, нашу горячую линию. То есть, поэтому поступившая заявка, она у нас незамедлительно принимается в работу, у нас работает целая команда над этим. И, соответственно, уже если после сбора определенной информации мы приходим к тому, что мы в этом поиске можем быть полезны, если эта тема не связана с реальным криминалом или, к примеру, заявку подал не коллектор, допустим. Да, бывают у нас сегодня сплошь и рядом, бывают ситуации, когда без обращения в полицию пытаются обратиться к добровольцам, чтобы кто-то быстренько они нашли человека, который там необходим. Поэтому, если сегодня человек обратился в полицию, подал заявление о пропаже близкого человека, он обращается к нам, мы приступаем к поиску пропавшего человека. То есть, вам не нужно ждать одобрения и согласия правоохранительных органов? Может вам подзвонить родитель ребенка, сказать о том, что у него пропал ребенок, и вы можете приступить к поискам? Да, у нас есть, как такой основной алгоритм, мы всегда работаем только с теми заявками, по которым подано заявление в полицию. Но, есть, скажем, исключения, когда у нас, к примеру, опять, как вы сказали о том, что это ребенок, пропажа ребенка, или, к примеру, это пропажа пожилого человека, особенно, если мы говорим о поисках пропажи человека в природной среде. То есть, здесь мы приступаем, и плюс к этому, если у нас есть какие-то погодные условия, допустим, погода, холод, минусы и прочее, то есть, мы понимаем, что есть риски определенные. Если у человека определенные проблемы со здоровьем, то мы приступаем незамедлительно. Да, мы советуем заявителю обратиться в полицию, поскольку параллельно в любом случае помощь полиции и работа, скажем, именно в правоохранительной системе, она здесь необходима. Вот, но, как я уже говорил выше, у нас на детей и на пожилых людей нам нет необходимости проверять, а действительно ли этот человек его ищет, родственник, а может быть, все-таки это коллектор, а может быть, это нерадивая супруга ищет, вернее, супруга ищет нерадивого своего должника супруга, ну, в таком плане. То есть, здесь нам нет необходимости проводить определенные проверочные мероприятия, поэтому мы в этих случаях по детям и по пожилым людям и по людям с какими-то там инвалидностью или с болезнями, которым угрожает опасность нахождения, так скажем, вне дома, мы приступаем незамедлительно к поиску. Следующий вопрос у меня. Какие средства и оборудование используются для поисков человека? Ну, думаю, вопрос такой обширный, наверное, зависит от того, где и какие обстоятельства все-таки. Здесь, конечно, безусловно, каждый поиск у нас, у нас есть поиски как городские, так и поиски в природной среде. Конечно, есть смешанные поиски, когда мы ищем и там, и там человека, или человек ушел в городе, потерялся, в итоге мы находим его в природной среде. То есть абсолютно разные ситуации есть. Но, тем не менее, у нас есть определенные инструменты, конечно, это начиная от банальных фонариков радиостанций, заканчивая крупной техникой, такой как болотоходы, шерп, как квадрокоптеры, нынешние, так скажем, модификации, которые довольно-таки серьезно по стоимости. И те же автомобили, и снегоходы, и прочее, прочее, прочее. Поэтому техника абсолютно разная. В зависимости от природы, вернее, от ландшафта, в зависимости от необходимости применения того или иного инструмента на поиске, уже как раз-таки координатор, то есть руководитель поиска, запрашивает наличие у себя на поиске то или иное направление, допустим, радиосвязь, нужна она или нет. Соответственно, там, тот же беспилотная авиация, нужна она или нет. Допустим, применение, как вот в Москва, Московской области, ближайшие регионы, есть у них там в Подмосковье поисково-спасательный, вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». Это ребята, также добровольцы, которые на гражданских вертолетах, великоптерах вылетают на поиски, производят эвакуацию в случае необходимости, выявляют, скажем, да, обнаруживают человека, то есть передают координаты, все в таком плане. То есть все в зависимости от ситуации, в зависимости от поиска, мы применяем, стараемся применять максимально все то, что у нас есть. Чего у нас нет, мы пытаемся запрашивать у МЧС, у спасателей, скажем, у полиции, у военных, даже такое бывает. Ну вот скажем, я доброволец, и нет у меня ничего, я изъявляю желание участвовать в поисках, меня оборудуют необходимым, либо наоборот другая ситуация, я беру с собой что-нибудь там, лодки, танки, катера, и вот говорю, все, я вот с этим пойду искать. Как происходит в этом случае? Конечно, наличие того или иного оборудования, снаряжения, какой-то техники у человека или его отсутствие, оно абсолютно не влияет на его участие в поиске. Если я, обычный гражданский человек, увидел объявление о том, что про это, скажем, идет поиск, требуются люди, нужна помощь, я приезжаю на поиск. Ну, единственное, конечно, желательно, чтобы человек, который читает то объявление, он примерно себе представил, где проходит поиск. Либо это городской поиск, соответственно, либо это какой-то лесной или там, как у нас, горно-лесистая местность, человек был, ну, как бы, соответствующе одет. Поскольку, да, у нас бывает, ну, нередко бывают ситуации, когда на поиск, к примеру, там, в горно-лесистой местности приезжает прекрасная девушка, там, на каблуках, или, допустим, приезжают ребята в шортах и в шлепках. То есть мы предупреждаем, мы говорим людям о том, что, ну, так скажем, инструктируем о том, что это, в первую очередь, ваша личная безопасность. Вот, ну, бывали случаи, когда ребята все-таки настаивали, что мы готовы в таком виде идти, ну, только не на каблуках, конечно, но, там, через полчаса выходили, ругались, так скажем, все поцарапанные, побитые, поколотые. Вот, но, тем не менее, человек, даже не имея какое-то оборудование, он может приехать. То, что основное необходимое, мы, в принципе, выдадим, в зависимости от того, опять, в зависимости от количества людей, которые приедут на поиск. Да, у нас может быть и так, что, допустим, того оборудования, которое есть у нас в регионе, может не хватить. Мы тогда запрашиваем помощь у наших ребят с соседних регионов. Ребята приезжают сами, ребята привозят оборудование, приезжают подготовленные специалисты. Вот, то есть, если, опять-таки, нам этого не хватает, да, мы запрашиваем, и такое бывает нередко, запрашиваем у населения. Те же лодки, допустим, да, если необходимо, там, ту же какую-то технику, связанную, там, с беспилотниками, либо генератор, еще что-то, скажем. И ребята, ну, это, как правило, крупные резонансные поиски, на которые приезжает, там, не одна тысяча людей. Вот там уже подключается МЧС, там подключается администрации, привозят свет, оборудование, что угодно. То есть, поэтому, чтобы человек приехал, абсолютно, самое главное, желание. Это вот та, ну, это, скажем, такая основная вещь, которая должна быть у человека, который хочет принять участие в поиске. А вот случается так, что во время поисков людей, добровольцев, самих приходится спасать, вытаскивать из каких-то там мест, куда они залезли, откуда потом сами не могут выбраться? К счастью, такого у нас еще пока не было. Вот, я очень надеюсь, что этого не будет. Почему это, ну, почему? Потому что у нас все группы, которые уходят в лес, они уходят под руководством старшего поисковой группы. Как правило, старшего поисковой группы, это уже человек обученный, человек, который умеет общаться с техникой, который владеет работой с навигатором, с компасом, который обучен работать в радиоэфире, который знает определенные, так скажем, темы, топографии. То есть, ну, человек, который проходит определенное количество, скажем, этапов подготовки. И поэтому, если даже человек неопытный, но у него старшим поисковой группы идет опытный, скажем, ну, это всегда, соответственно, самое главное, чтобы человек, который приехал на поиск, мы не будем никого искать. Если человек будет правильно себя вести, будет слушать первое, старшего поисковой группы и будет четко выполнять те требования, скажем, указания, которые дает старший. Ну, и, соответственно, требовать, вернее, работать именно в алгоритмах, в рамках алгоритмов работы поисково-спасательного отряда Лиза Лерт. Если человек приехал, говорит, я хочу туда, не хочу туда идти, хочу вот сюда, я знаю, что. То есть, хочешь, знаешь, иди. Если это, скажем, ты приехал к нам на поиск, на наш поиск и готов встать именно под начало Лиза Лерт, то, соответственно, будет добро выполнять наши требования, наши правила. Поскольку, да, у нас добровольческое формирование, но на поисках и вообще в работе у нас есть такая определенная жесткая, порой даже, дисциплина. Поэтому, соблюдая ее, и важно понимать, если, это самое главное, у нас есть такое правило, мы не увеличиваем количество пострадавших. И если у нас на поиске, не дай бог, кто-то повредился, поломался, пропал, мы останавливаем поиск и бросаем практически, так скажем, да, максимальное количество сил и средств на то, чтобы найти, помочь, там, эвакуировать того человека, который нашего поисковика, то есть своих не бросаем. И если мы те силы и средства, которые отвлечем на, так скажем, устранение вот этих опасностей для нашего поисковика, если их не хватит или того времени, которое мы затратим на это, не хватит на то, чтобы мы успели найти пропавшего человека, того же пожилого человека в лесу, который уже погибает, вот это будет на совести и того человека, кто повел себя халатно, безалаберно. Поэтому для того, чтобы такого не было, со всеми своими поисковиками мы проводим обучение, мы объясняем, мы рассказываем. Отсюда и 18 плюс для людей, чтобы прийти в отряд. То есть люди должны понимать степень ответственности, которую они в том числе на себя берут, выезжая на поиск пропавшего человека. Это не шутки. Саш, я правильно понимаю, что человек-доброволец, который хочет принимать участие в поисках, он прежде всего проходит полный инструктаж с человеком, который будет его вести дальше в этих поисках. Конечно. У нас есть такое понятие, как молитва старшего. Одно из такой нашего внутренних сленг, это как раз-таки некий инструктаж, который проводит старшие поисковые группы перед выходом группы на задачу. То есть он проверяет укомплектованность группы, он проверяет состояние группы, выясняет моменты, связанные с какими-то заболеваниями, наличием заболеваний. И есть ли у человека, к примеру, противопоказания к выходу, допустим, в лестном, в те условия, к примеру. Либо есть ли у него с собой необходимые лекарства для того, чтобы человек мог вовремя, потому что у нас задача бывает по несколько часов, у нас может группа уйти и прийти, допустим, с задачи через 8-12 часов. То есть поэтому довольно длительный. Поэтому во время этого же инструктажа старшие поисковые группы выясняют наличие времени, потому что, к примеру, один человек может приехать на всю ночь на поиск, кто-то может приехать на 2-3 часа. То есть, соответственно, исходя из этого, происходит как раз-таки подбор участников группы. И помимо этого, конечно, старшая поисковая группа объясняет, что должен соблюдать поисковик, как делать, кого слушать, кого-то, скажем, не слушать, и как себя вести. Поэтому либо поисковик соглашается с этими правилами и говорит, да, готов, буду следовать полностью. Либо он говорит, нет, я с этим не согласен, и, соответственно, уже занимается поиском самостоятельно, но уже без, как говорится, ответственности за него, со стороны отряда. Во время поисков присутствуют сотрудники скорой помощи, либо они вызываются по необходимости, или они всегда там? Здесь в зависимости от ситуации. Допустим, если мы, к примеру, понимаем, что у нас лесные поиски, как правило, или поиски в природе, они условно несколько легче, поскольку мы понимаем, вот лес, да, он большой, да, он, так скажем, забуреломленный, так скажем, он с болотами, но мы понимаем, человек там, и он ждет нашей помощи. И, соответственно, уже когда у нас возникает ситуация, когда, к примеру, мы понимаем, что потерявший человек найден, допустим, и уже проводится его эвакуация, соответственно, вызывается скорая помощь. Бывает нередко так, что мы вызвали скорую помощь, но по какой-то причине, допустим, сложность рельефа или еще что-то, группа эвакуации задерживается. Да, соответственно, мы тогда как бы там через Центр управления кризисными ситуациями, через СУКС регионально, мы запрашиваем там на продление пребывания, это, скажем, кареты скорой помощи на поиске. А так, в целом, конечно, вызывать просто, чтобы стояли с нами, конечно, нет необходимости, поскольку мы понимаем, что за это время ребятам могут оказать помощь еще гораздо, так скажем, большему количеству ребят, тех людей, кому нужна помощь. Допустим, один из добровольцев находит человека, живого либо мертвого. Какие дальнейшие действия происходят? Что он должен сделать дальше? Как раз вот здесь, во время, когда проводит старшая поисковая группа инструктаж, группа, соответственно, он и этот момент объясняет, момент нахождения пропавшего, так скажем, в том лином состоянии. То есть, как правило, находит группа, группа у нас состоит в среднем от 3 человека, минимально 2, в зависимости от 2-3 человека в разных условиях, или, допустим, 5 человек. Большие группы у нас не ходят. Поэтому, к примеру, если находит группа, всегда, ну, есть у нас такие определенные алгоритмы, как команда стоп, соответственно, да, то есть и останавливаются. Если мы говорим о том, что мы находим пропавшего человека, и есть определенное подозрение, что человек, ну, по крайней мере, находится бессознально, скажем, и уже погибший, то есть подходит только старшей поисковой группы и проводит согласно определенным, так скажем, алгоритмам, поскольку все наши поисковики проходят курсы первой помощи. То есть, проходит определенный инструктаж. Я сам являюсь инструктором по первой помощи, и, соответственно, ребятам мы объясняем те алгоритмы, которые должны следовать. То есть, если человек живой, соответственно, далее наше, если необходимо ему оказание помощи, мы оказываем помощь. Если нет на поиске спасателей каких-то профессиональных формирований, то вы, так скажем, вывод человека из леса, либо эвакуацию его из леса, если он не может сам двигаться, осуществляем мы своими силами. Опять-таки, со всеми, так скажем, моментами, связанными с соблюдением правил. Если на поиске есть профессиональные спасатели, либо, к примеру, эвакуация человека требует определенных каких-то именно профессиональных уже навыков, эвакуация со скалы, либо, допустим, человек настолько поврежден, что эвакуирование его нашими силами невозможно, то мы уже это все предоставляем, конечно, профессионалам, спасателям, ребятам из ЮРПСО, МЧС, соответственно, Кубань спас, либо, если готовы работники медицинской службы скорой помощи вы зайти именно в очаг, да, в лес, то они это делают самостоятельно, то есть, ну, с нашей помощью, но они контролируют процесс эвакуации человека. Вот, поэтому, если мы говорим, это мы говорим про живого человека, если мы говорим, к сожалению, нередко такое бывает, когда мы находим погибшего человека, то, безусловно, мы сразу сообщаем об этом в полицию, поскольку мы изначально работаем с сотрудниками полиции, мы сообщаем уже, и если мы говорим, какие-то поиски сложные, или есть определенное предположение, что это может быть связано с какими-то, ну, моментами, там, да, в природной среде, ну, мало ли, суицид, там, или еще что-то, как правило, с нами в штабе находят сотрудники полиции, то есть мы сообщаем, опять-таки, следование определенным алгоритмам, по которым мы отцепляем территорию нахождения погибшего человека, и, соответственно, один человек проводит необходимый, так скажем, осмотр манипуляций, сообщает в штаб, далее, по системе в полицию, и уже работает правоохранительная стена в этой ситуации. Какие-то действия с трупом делаются до прибытия сотрудников правоохранительных органов, то есть поисковики могут его перемещать, двигать, переворачивать? Нет, абсолютно, мы абсолютно здесь никаких, мы не имеем права предпринимать какие-то действия, мы не знаем, что послужило причиной гибели человека, если, может, это, возможно, криминал, то есть, да, возможно, это, скажем, не криминал, то есть мы не знаем, и мы не правоохранители, и мы, так скажем, не принимаем эти решения. Наша задача, если мы нашли, все, мы тут же не затаптываем зону, так скажем, да, нахождения, мы не оставляем никаких следов, мы вызываем сотрудников полиции, ждем их приезда, и уже, соответственно, передаем всю эту, так скажем, ситуацию, передаем уже непосредственно правоохранителям. А так нет, мы никаких действий не имеем права предпринимать. То есть, если я иду по лесу, увидел что-то похожее на труп, я останавливаюсь, сообщаю об этом, и никаких действий больше от меня не требуется. Ну, смотрите, опять-таки, здесь вопрос, вот мы говорим про алгоритмы, допустим, здесь множество факторов, найти, идя по лесу, допустим, да, не зная, что ведется поиск какой-то, да, допустим, найти человека, это один момент. Здесь уже, опять-таки, если я гражданское лицо, я не могу ничего, могу, вернее, ничего не делать. Если я не обучен, не обучен, ну, это, скажем, правилам оказания первой помощи. Если я не знаю ничего, что делать с человеком, если я боюсь, я просто вызываю, то, скажем, службы, сообщаю об этом в полицию. Даже если человеку нужна помощь, но я не могу ее оказывать, я имею право, то, скажем, да, вызвать скорую помощь, вызвать, позвонить 112, и это будет вся моя первая помощь, которую я могу оказать. Вот, потому что не умеешь, как говорится, лучше не делать. Вот, и тем более, что ты не уверен. Другой вопрос, я могу взять на себя, даже не зная что-то, я могу взять на себя ответственность, но это будет моя ответственность. Это один момент. Второй момент, если мы уже ведем определенный поиск. Есть координатор поиска, который, так скажем, да, складывает все за и против, знает всю ситуацию, когда человек ушел, какие-то, скажем, могли случиться с ним, предположить, что могло с ним случиться. Вот, ну и в зависимости от этого, когда группа находит погибшего человека, происходит доклад в штаб, ну и, соответственно, изложение ситуации, которая есть, и уже координатор поиска дает, скажем, да, определенной команды, там, если есть необходимость, к примеру, ведь человек может быть лежать без сознания, к примеру, но он живой, и поэтому, опять-таки, в рамках подготовки наших ребят по первой помощи, по правилам оказания первой помощи, у нас есть определенные алгоритмы подхода, проверки сознания, проверка дыхания, то есть, ну, и есть такой жизненный опыт и здравый смысл. Если мы понимаем, что перед нами уже действительно погибший человек, и он реально погиб, и мы об этом уже все видно, да, скажем, да, грубо говоря, там, с признаками, да, уже окоченения и прочее, то есть, ну, понятное дело, что производить ему какую-то сердечно-легочную реанимацию и прочее, это, скажем, будет уже, ну, как бы излишне и бессмысленно. Вот, поэтому есть другие ситуации, то есть, когда человек может быть без сознания, и можно применить приемы СЛР, спасти человека, откачать его, и, соответственно, опять-таки, дали уже по регламенту вызов скорой, это, скажем, эвакуация и прочие, прочие моменты. Вот, скажем, ситуация такая, у родителей пропал ребенок, и они через горячую линию обращаются в поисково-спасательный отряд Лиза Алерт, и какую информацию сообщают родителям поисковики, а какую информацию они им не будут сообщать, а будут исключительно сообщать Следственному комитету? Немножко не понял, то есть... Ну, в процессе поисков идут, находят вещи какие-то или какие-то следы, например, сообщают там, что вот ребенок ушел в черных ботинках, в черной куртке, а пока идут, нашли там какие-то черные ботинки. Они фотографируют, отправляют это родителям, либо эта информация исключительно в Следственный комитет отправляется. То есть, какая информация родителям отправляется, какая им не будет отправляться исключительно только Следственному комитету? Ну, вы знаете, здесь, опять-таки, это на усмотрение. В любом случае, мы никогда ничего не утаиваем от следствия. Если, допустим, есть определенные основания, когда в дело поиска, именно в поиск вступает Следственный комитет, при отсутствии этих оснований есть определенный перечень, мы работаем с полицией. Поэтому и в любом случае, для нас не важно, полиция это или Следственный комитет, кто возглавляет межведомственную, скажем, штаб поиска, особенно если мы говорим про резонансные поиски, нам не важно кто, то нам важно, что это представители правоохранительной системы. И, соответственно, мы с ними работаем в тесном контакте, мы делимся всей информацией, мы никогда ничего не утаиваем, это не в наших правилах, но это даже просто глупо. Всю информацию мы передаем непосредственно правоохранителям, и, соответственно, далее уже, как правило, тот оперуполномоченный, который, допустим, занимается поиском, он может связаться с родителями. Либо мы сами можем, допустим, связаться и, допустим, уточнить. А вот такие-то вещи, не такие. Потому что нередко бывает, ну, как правило, это касается более взрослых, взрослых, так скажем, да, людей, которых мы находим. Когда, к примеру, человек ушел в одной одежде, а в итоге мы находим его в другой. Потому что где-то он потерял, где-то он что-то разделся, а потом замерз, увидел какую-то старую одежду где-то, скажем, на мусорке, на делу и пошел, скажем, или у кого-то где-то украл какую-то, скажем, одежду. Поэтому всегда могут быть ситуации, когда мы, ну, опять-таки, жизненный опыт и здравый смысл, мы смотрим по состоянию одежды, то есть смотрим примерно по ситуации, то есть на месте. То есть, ну, множество факторов, которые дают нам возможность анализировать, возможно ли эта, скажем, вещь, может ли эта вещь относиться к нашему пострадавшему. Но в любом случае всегда все перепроверяется и через полицию, и через, соответственно, безусловно, родителей. А сотрудники правоохранительных органов, они делятся информацией, вот им поступила какая-то информация, они вам сообщают об этом? То есть взаимовыгодно это все происходит, либо вы только делитесь? Вы знаете, каждый поиск индивидуален. То есть, если какая-то информация, ну, по крайней мере, мы еще не встречали ситуации, когда что-то от нас утаивали, так что, ну, мы понимаем, что есть тайна следствия, да, то есть есть определенные моменты, нюансы, то есть неразглашения и прочие вопросы, но, ну, сколько у нас было поисков, когда мы прям плотно взаимодействовали, и любая информация, по крайней мере, до нас доносилась, и мы не сталкивались с тем, чтобы что-то всплыло потом такое, что, допустим, да, мы не знали, и вот это нам помешало работать. Ведь мы делаем одно дело. Да, мы добровольцы, да, это правоохранительные, так скажем, в погонах, но мы делаем одно дело, и задача наша доверяет друг другу, и, соответственно, да, и мы в том числе отдаем себе отчет, и та информация, которую нам передают правоохранители, она находится только у руководителя поиска. Вот еще такой нюанс. Уже руководитель поиска имеет право доносить ее или не доносить, или доносить ее в определенном, скажем, да, каком-то ограниченном составе, там, до участника. Поэтому это все на усмотрение, и это все для того, чтобы не было какой-то утечки в том числе. Поэтому мы тоже на это очень обращаем внимание. И когда вот один из важных пунктов, на который мы заостряем внимание, когда инструктируем группу о том, что мы не фотографируем в каком-то ни было, так скажем, состоянии, особенно погибших, потерявшихся людей. Потому что, ну, как минимум, это некорректно, это, скажем, да, то есть неэтично. Поэтому за этим очень строго следим. К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с тем, что когда, допустим, какие-то группы, ну, местного населения находят, начинают фотографировать, тут же, так скажем, это все уходит по местным каким-то чатам. Ну, с какой целью это делается, не знаю. Могу лишь сказать, за наших ребят, за наших поисковиков, мы никогда не фотографируем, тем более погибших людей, то есть, да, мы можем в конце поиска, допустим, сфотографироваться с найденным человеком, с его согласия, там, с бабушкой, там, с каким-то человеком, то есть группой стали, фотографировали, сделали такую дружескую фотографию, то есть, да, на память, и для отчета, конечно, да, то есть, чтобы человек найден, все хорошо с ним. момент сохранения информации, и оставления, чтобы, ведь нам заявители доверяют очень много такой личной информации, и поэтому мы очень с большим уважением относимся к нашим заявителям, к их родным, и поэтому максимально предпринимаем все, как сказать, способы для того, чтобы сохранить информацию, и не допустить ее утечки. Это в том числе и авторитет отряда. Ну, мы вот буквально недавно, как раз-таки, с этой ситуацией сталкивались, когда появилась фотография умершего ребенка, но она не в открытом была, его накрыли подложкой, и фотография появилась в соцсетях раньше, чем родители узнали о том, что нашли их ребенка. Я вообще не... То ли это бизнес такой у добровольцев некоторых, то ли даже не знаю, как это объяснить. Здесь очень... К сожалению, да, тут, знаете, здесь вот, ну, наверное, в защиту, я не могу сказать защиту, не то, что всех коллег своих, потому что, ну, большое количество разных добровольческих формирований. Нередко мы сталкиваемся с тем, что это не связано, ну, информация, по крайней мере, выходит не от добровольцев. Не буду говорить от кого, но зачастую это уходит не от добровольцев. Поэтому так, объективности ради, поэтому... А, конечно, фотографировать человека и выложить нам, особенно тем более ребенка. Ребенок, я не знаю, вот лично я скажу свое, свое мнение, свое ощущение, да, вот. Ну, я не знаю, но найти погибшим человека это уже тяжело, да, то есть, и в голову не приходит фотографировать человека, когда ты находишь, даже если ты находишь, ты старшая поисковая группа, ты это находишь, находишь человека. А когда ты находишь ребенка, я не знаю, это, ну, это, 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 это взрыв в голове. Есть такие родители, которые, например, когда у них вот есть фотография ребенка, своего погибшего, они для того, чтобы создать резонансы, чтобы больше пощекотать нервы людям, которые в этом резонансе втянуты, они сами начинают эти фотографии распространять. Блогерам, СМИ, местным, не местным, как вообще вот это можно объяснить, этот феномен. И появляются вот люди такие неадекватные, которые начинают уже эту тему мусолить. Вы знаете, ну, здесь, Сергей, здесь вопрос, это, наверное, личное, как говорится, дело каждого. И, опять-таки, да, мы сталкиваемся нередко с разным отношением родных, близких, заявителей тех же самых, к вообще, к поиску, к пропавшему человеку. И, да, пора очень сложно, как бы, спокойно воспринимать это, скажем, да, вот, это поведение. Но наша задача не осуждать кого-то, наша задача не оценивать, не давать какие-то оценки, осуждения и прочее. Наша задача найти человека. И поэтому, да, нередко бывают ситуации такие, что кто-то, ну, мы живем в такой век, наверное, когда вот этот хайп, когда вот эти там лайки и прочие какие-то моменты, там, да, количество подписчиков, чего-то, оно играет какую-то, ну, с людьми главенствующих, куда вот прям вот роль, и дороже, собственно, совести, дороже какого-то, вот, не знаю, личного уважения, самоуважения. но это их личное дело, поэтому наше дело, вот нам обратились, к нам обратились, если мы смогли, с Божьей помощью нашли, слава Богу, всю живую человек, нашли погибшего, нашли, слава Богу, потому что даже и погибшего человека уже люди смогут, так скажем, предать земле и отдать, так скажем, последние почести человеку, своему родному. Нашли, дальше все, мы переключаемся на следующую заявку. у нас их много, а что делают родные, как они используют, скажем, там фотографии и прочее, но это уже их личное дело, это их на их совесть. Ну, я понял, я понял. В чате очень много слов благодарности в адрес поисковиков, и в связи с этим вопрос, как раз таки, следующий, за счет чего финансируется поисковый отряд, и чем ему можно помочь? Вы знаете, сегодня, наверное, как любое добровольческое движение и объединение, то есть идея какая-то добровольческая, у нас, наверное, есть такие три составляющие, ну, грубо назовем, так скажем, нашего бюджета. Это первый, это, наверное, такой один из основных, это личные средства добровольцев. Как бы это ни звучало, так скажем, дико, но, допустим, я как поисковик, который уже окунулся в поисковый, это, скажем, да, в хорошем смысле омут, я покупаю себе снаряжение, я покупаю себе форму, ну, там, я покупаю горки, какие-то комбинезоны, покупаю себе берцы, покупаю себе трекинговую обувь, удобную для поисков, для многочасовой ходьбы, я покупаю себе радиостанцию, покупаю себе, ну, все для того, для личного пользования, разгрузку, еще что-то, рюкзаки какие-то, там, прочие элементы, так скажем, экипировки, либо оборудование свое. И, как правило, это делают многие ребята, как правило, все, 99%, и те ребята, которые могут это сделать. Если, к примеру, у меня есть оборудование, мое личное, я выезжаю на поиск, и оно необходимо, там, ну, человека, который приехал на поиск, у которого этого нет, я всегда своим поделюсь. Мы на поиске возим с собой, там, по 2-3 пары, какие-то сменные, это, скажем, обуви, там, одежды, и если, допустим, мы вышли и доброволец, я вот даже могу не знать, но он у меня в лесе, так скажем, кто-то из местных пришел, и этому человеку нужны, там, чистые носки, допустим, какая-то чистая сухая одежда или обувь. Мы всегда делимся, так скажем, этим. Это, это первый, так сказать, момент такой личный. Здесь же, наверное, опять-таки, можно, большая наша, так скажем, статья расходов, это топливо. И ребята практически, да, зачастую выезжают, опять-таки, на своем, на своем топливе, на своем автомобиле, своя амортизация, соответственно, это, если нет возможности у меня, как у водителя, повезти за свои, то мы можем экипажем скинуться, допустим, и поехать на поиск. Да, сегодня у нас есть ряд партнеров, и спасибо им огромное, топливные компании, которые проводят определенные акции, допустим, это Газпромнефть, там, заправь на поиск, соответственно, там, поделись литром, другие организации, которые проводят вот такие акции, и они дают возможность, и благодаря, как раз-таки, вот вам, благодаря рядовым автомобилистам, которые, допустим, по линии Газпромнефти переводят свои баллы в нашу поисковую копилку, и потом по всей России вот эти баллы распределяются. Это опять-таки та помощь, которая нам оказывается в рамках вот таких партнерских взаимоотношений. Второе, как бы, вторая составляющая всего вот этого, на что мы работаем, это дарители, это граждане, которые просто приходят благодарны и готовы наказать нам, высказать нам благодарность за найденного там человека. Это опять-таки по желанию. Нам один человек... Добровольные пожертвования. Да, нет, это не пожертвования. Это именно в натуре. То есть, Лиза Алерт, мы не являются юрлицом, мы не принимаем денежных средств, у нас нет никаких киви-кошельков и прочего-то, скажем, если кто-то говорит о том, что вам звонят, говорит, вот мы готовы выехать на поиск, но вы нам должны перевести столько-то денег, это все вранье, это мошенники. Мы никогда ни с кого не требуем, дайте нам денег на бензин, и мы приедем к вам искать вашего ребенка. Никогда. Мы это скажем, мы вывернемся на изнанку, но мы поедем за свои. То есть, когда поисковый отряд выезжает, скажем, в лес на поиски, и там люди уже, они не поедут домой, им нужно там жить и находиться, нужны генераторы, нужно отапливаться как-то, и там магазинов нет. То есть, люди должны понимать, что вам туда нужно привозить эти продукты, бензин, тем людям, которые там уже остаются жить, пока человека не найдут. Правильно? То есть, там как бы... Как правило, да, на резонансных, крупных поисках, особенно когда детские поиски, там уже всем миром идет помощь. Действительно, огромное спасибо всем людям, которые принимают в таких поисках участие. Кто-то несет продукты, кто-то вводит, кто-то организовывает куб, и прочее, и прочее. Подключается администрация, подключается там, нам определяет место, где-нибудь в школе. То есть, это вот, это действительно большая такая, уже командная работа. Вот, помимо этого, есть дарители, которые просят пачку бумаги, там, кто-то принес, я готов вам подарить, там, что вам нужно. Вот у нас есть список нужд в отряде, да, там, начиная от бумаги, заканчивая тем же, там, квадрокоптерами, вертолетами и прочим. Это все, что нам нужно. Человек готов, я готов подарить вам фонарики. Замечательно. Купил, принес, передал, мы это, скажем, отдали все в работу. Вот. Помимо таких людей, есть, конечно, и компании, которые, в партнерстве, допустим, есть компания, та же Пятерочка. Если вы заходили в магазин Пятерочка, увидели, что есть островок безопасности. Когда человек, который потерялся, он может зайти в магазин, в любой магазин Пятерочка, и сказать, я потерялся, и, допустим, я не помню, кто я, мне нужна помощь. То есть, есть определенный алгоритм оказания таким людям помощи. То есть, ну, разные компании, которые помогают добровольчеству. Вот. Ну, и третий, третий такой, это, как бы там, не звучало, да, многие это считают, и как-то обычно ругаются, это государство. Но, государство сегодня помогает нам только за счет грантов. Это такая, ну, это вроде как, да, это помощь, но это помощь, которую еще не просто получить. Вот, поскольку, да, это определенный проект, но скажу так, допустим, ну, мы сейчас в регионе, в Краснодарском крае, мы будем еще раз пытаться, очередной раз, подать заявку на участие в гранте. Для чего мы получаем, пытаемся это делать? Для того, чтобы проводить учения, для того, чтобы организовывать межрегиональное учение, для того, чтобы закупать оборудование, которое мы не можем себе, как добровольцы, позволить в силу его дороговизны. Допустим, чтобы было понимание, даже вот как, мы обучаем ребят первой помощи. Один манекен, который нам необходим для обучения ребят, только один манекен для эффективного обучения, он стоит порядка 250-200 тысяч рублей. Это манекен для СЛР, сердечно-легочной реанимации. Я могу позволить себе фонарик купить, я могу заправить себя, но я не могу купить такое оборудование, или тот же навигатор, который стоит по 25-30 тысяч. Поэтому, да, нам нужны какие-то грантовые истории, в рамках которых мы можем приобрести определенный набор оборудования, провести обучение и запустить это потом оборудование в поиск. Я часто видел о том, что бывают и снегоходы нужны, бывают и вездеходы нужны, техника, которая дорогостоящая, на которой передвигаться нужно, которую, естественно, не каждый может себе позволить. Все нужно. Те же автомобили под класса, такие вот, как те же, пуханки, какие-то, форты, прочее, автомобили, которые можно использовать под штаб. У нас, ребята, я же говорю, находятся, допустим, те же компании, которые говорят, ребята, вот мы там хотим вам подарить и оборудовать автомобиль под штаб. Это колоссальная помощь и поддержка. Кто-то приезжает и говорит, ребята, вот у вас оборудование, у вас автомобили есть, у меня там своя сеть СТО, мы готовы там предоставить вам хорошую скидку или вообще бесплатно производить ремонт, скажем, да, только за ваши комплектующие, ну, разные, так скажем, сферы взаимодействия, сотрудничества. И это, кто-то приезжает и говорит, ребят, я готов там свои типографии печатать вам ориентировки на поиск, потому что цветная печать, она не дешевая, и нам их нужно там не две, не там не 10 штук, а там 100, 200, 300, 500, тысяч, там несколько тысяч ориентировок. То есть, да, в зависимости от поиска. Поэтому, ну, в нашем деле, в общем деле, помочь может каждый, абсолютно. Начиная от рук, ног, глаз, скажем, прийти работать самим, до заправить ребят на поиск, либо помочь каким-то оборудователям. Тогда вопрос, а как людям узнать, что вам нужно, где им эту информацию найти? На официальном сайте, либо позвонить по горячей линии, либо отслеживать местные сайты поисковых отрядов Лиза Алерт? А у нас есть группа, ну, у нас есть соцсети. Мы представлены во всех соцсетях, вообще в целом отряд поискового Лиза Алерт представлен во всех сетях. И поэтому, когда происходит какой-то поиск, проводится поиск, во всех соцсетях мы размещаем свои ориентировки, где написано о том, что, допустим, внимание, выезд, поиск такой, это указывается, координаты указываются, указывается адрес, место сбора, это, скажем, точка штаба поиска, соответственно, люди там могут выехать. Указывается номер телефона информационного координатора, связавшись с которым, можно понять, допустим, как я могу принять участие. Либо я приеду сам, либо я, допустим, каким-то образом могу оказать помощь. Ну, к примеру, печать тех же ориентировок, или привезти там бумагу, или, скажем, продукты, воду, это, скажем, прочее. Поэтому, это один момент по соцсетям, потом на сайте информация есть. У нас есть форум, у нас в Телеграм есть группа, ну, если мы говорим про ДПСО Лиза Алерт, Краснодарский край, канал, в котором тоже размещается вся информация о проводимых, активных поисках. Поэтому, соответственно, можно и там узнать информацию. Если мы говорим про резонансный поиск, то, как правило, мы уже тогда подключаемся, или сами СМИ подключаются к поиску. Приходят ребята, вот там, блогеры, то, скажем, начинают информацию через свои какие-то каналы размещать, то, скажем, тоже говорит, ребята, вот там-то, там-то ведется поиск, нужна такая-то помощь. То есть, вот, ну, сегодня вверх, так вверх, вверх, информационные, то, скажем, да, вот технологии всех, узнать о том, что идет поиск, ну, довольно легко. Поэтому, да, было бы желание, и, было бы желание, наверное, и не пропустить ту информацию. Просто мы можем ее пролистать, а можем обратить на нее внимание и как-то присоединиться. Но личное дело каждого, поэтому мы не настаиваем. Я ссылки все оставил необходимые, в описании ссылочки есть. Я еще закинул свой телеграм-канал, все эти ссылки. Я вот, когда слушал интервью с Леоновым, он рассказал о такой проблеме, что, к сожалению, сотовые операторы не предоставляют информацию о местонахождении человека. Ну, практически у каждого из нас есть мобильный телефон, в котором есть датчик, который там сигнал излучает, но, тем не менее, по нему не могут определить точное местонахождение человека. И Леонов сказал о том, что оператору, любому оператору достаточно всего лишь 7 миллионов для того, чтобы закупить это оборудование, чтобы они могли с точностью определять местонахождение этого человека с мобильным телефоном. И я так понимаю, что для любого оператора это далеко не большие деньги, 7 миллионов, которые можно вложить в это. При этом, если брать, например, Америку, где, когда ты звонишь на 911, у нас 112, то дежурный, он сразу же видит, откуда идет сигнал. А у нас нет этого, у нас дежурный не знает, он спрашивает, а где вы живете, где вы находитесь. То есть, в тот момент, когда тут буквально нужно срочное реагирование, практически тебе даже не надо узнавать, время тратить на то, чтобы спрашивать, а ты видишь, на мониторе у тебя показывает, где человек, откуда идет сигнал. Вот, это действительно так у нас проблема такая? Или, все-таки можно как-то, правоохранительные органы могут отследить человека по мобильному телефону, где он находится? Ну, мы же, да, многие знаем ответ на это, что, если нам нужно кого-то найти, особенно человека, который нарушает закон, то его найдут. Найдут с точностью, до квартиры, и придут к нему постучаться ранним утром и скажут, откройте, мы за вами пришли. Поэтому, вопрос, это проблема, это проблема, действительно, если мы говорим про законопослушных гражданах, если мы говорим о том, что человек у нас потерялся в лесу, просто статистика, за прошлый год у нас практически почти тысяча человек погибло в лесу с телефоном в руках. У нас это в общем или в Краснодарском? В России. В России, да, в России, то есть, это те люди, которые были с телефоном в руках, но по какой-то причине не ответили на звонок, не смогли, соответственно, поднять трубку, сообщить о том, что у них проблема, скажем, беда с ними приключилась. Вот, и те люди, кому на помощь мы не успели. Мы нашли их, но мы не успели. И сегодня, как раз таки, то, что говорил Олег Юрьевич, это проблема, и это проблема именно законодательная, это не техническая тема, это вообще не про технику, это даже не про те себя миллионов, скажем, и даже не про те большие суммы, которые нужны были, наверное, бы, чтобы затратили те же сотовые операторы на усовершенствование своих, так скажем, систем, коммуникаций. И они готовы это сделать. Вопрос в законодательстве. Просто сегодня, вот, в том числе, вот, через депутатов, ГУДУ, мы пытаемся продавить, мы в свое время, благодаря, так скажем, напору, добровольчества, и в частности, Лиза Алерт, удалось это сделать в отношении детей несовершеннолетних, но это практически не работает. Мы говорим о том, что у нас в лес люди уходят, и даже если с детьми, у нас, когда у нас на детей оформлялись какие-то там террасим-карты. Вот, поэтому сегодня нам сотовые операторы предоставляют информацию, и нам могут, так скажем, да, мы можем выяснить несколько вышек, мы проводим определенные расчеты, там триангуляцию и прочий момент, скажем, радиус, ширина этого канала, там, скажем, да, сектор. Мы проводим определенные манипуляции, мы находим этот сектор поиска, но будет огромным. Допустим, 10 на 10 километров, и да, мы найдем человека, но когда мы его найдем? Вокруг вышек, грубо говоря. Особенно, когда мы говорим про зимние поиски. И сегодня мы просим, мы пытаемся, чтобы были внесены определенные законодательные изменения с тем, чтобы нам сотовые операторы, даже то, что нам, тоже полиции, допустим, да, без всяких согласований, без решения суда и прочих, прочих, все этих моментов, предоставляли, нам нужна точность 500 на 500 метров. Нам не нужна большая точность. В лесу 500 на 500 метров, это прям хорошее, это, скажем, показатель для нас будет. Мы сможем отработать и на отклик, и сможем отчесать, да, мы можем потратить там 8, 10, 12, 15 часов на прочес этого квадрата. Но если мы будем конкретно знать, что у нас в этом квадрате находится человек, мы подключим максимальное количество поисковых групп, и мы максимально сможем сократить время нахождения человека. И как раз таки вот здесь вопрос, вот мы возвращаемся к тому, а нужны ли нам вообще добровольчество, нужны ли наши представители, лоббисты, так назовем громко, нашего поискового добровольчества в тех же представительных органах власти, допустим, в Госдуме, в депутатских корпусах. То есть, конечно, нужны. Потому что, если мы не будем говорить о том, что есть проблема, нас пытались в том числе и обвинить в том, что якобы мы пытаемся лоббировать и продвинуть тему, чтобы устроить тотальную слежку за людьми. Да бога ради. Мы же знаем прекрасно, я же говорю, те, кому нужно, они все знают, а скажем, да, и без всяких изменений в законодательстве. Поэтому мы говорим о том, что если человек позвонил в 112 и говорит, я погибаю, мне нужна помощь, вот, а дальше он не отвечает. Дело в том, что у нас в отряде есть направление лес на связи. Это специалисты, которые проходят колоссальное обучение, это, скажем, и занимаются, практически годовое обучение. И потом на протяжении боевой своей практики они постоянно тренируются, постоянно обкатывают, как сказать, оттачивают свое мастерство. Это люди, которые занимаются выводом людей из леса по телефону. Это, то есть, вот я, допустим, нахожусь в Краснодаре, а буду выводить бабушку, которая заблудила где-то в болотах, там, где-нибудь, тайги какой-нибудь, Сибири и прочее, скажем, да, то есть, если человек на связи, у нас есть определенные алгоритмы, как ему помочь. Если человек на связи, у него есть, скажем, заряд телефона, мы сможем, мы видим по картам, мы сможем определить, в том числе и если человек на связи, мы сможем определить, где он находится. При наличии интернета, при определенных, скажем, условиях, мы сможем это сделать. Даже вот с учетом, так скажем, нынешнего законодательства. Не нарушая абсолютно никак закон. Но если человек не берет трубку, вот это уже сложно. Ну да, ну вот в этом и проблема, что вот многие люди там, типа, наша конфиденциальность нарушается, за мной тут следят, чипики тут наставят, я не хочу, чтобы за мной следили, но когда этот человек пропадает, ну вдруг, не знаем мы, где ты находишься, они следят за тобой. Поэтому да, это проблема такая. Здесь как раз таки проблема, когда знаете, вот один из поисков, когда лично я уводил дедушку из леса, и на вопрос, что у вас за телефон, говорит, да я взял какой-то старенький телефон, вот свой, он сейчас выключится у меня, а хороший я оставил, чтобы его не потерять. Или допустим, просто человек уходит в лес, а потом говорит, а почему без телефона ушли? Его находят, он говорит, как я же потеряю в лесу его. Как? Да он же дорогой, я же потеряю его. мы тоже такой случай знаем, когда молодой парень оставил дома хороший телефон, а с собой взял плохой телефон, из-за чего и были проблемы. Так, такой вопрос. В каком случае поисковый отряд Лиза Алерт может отказаться от поисков, и в каких ситуациях могут не позволить добровольцам принимать участие в поиске человека? Мы уже коснулись, наверное, да, ранее касательно того, безусловно, если заявка пришла на горячую линию, мы ее будем отрабатывать. Ведь поиск начинается задолго до того, как ребята выезжают, к примеру, работать в природной среде. Поиск начинается, как только поступает заявка на горячую линию. Соответственно, оператор принимает, получает первичную информацию и передает ее в тот регион. У нас многоканальная линия, еще раз повторюсь, 8 800 754 52. И направляет в тот регион, соответственно, откуда заявка поступает. Далее ее берет в работу информационный координатор, который от начала до конца работает с этой заявкой. И он уже по необходимости проверяет информацию, запрашивает, запускает механизм, большой, крупный механизм работы по нему. Это начинается работать группы, коротких прозвонов, которые прозванивают все больницы, прозванивают медучреждения, морги. Идет прозвон полиции, идет прозвон родственников. Если мы говорим о детях, это прозвон школьных учителей, одноклассников, их родителей, тренеров и прочих, скажем, ребят, которые имеют отношение вообще к ребенку, к его воспитанию. Это идет сбор огромного количества информации. Анализ. Далее это координатор поиска, который берет на себя ответственность за поиск. И, скажем, дальнейший, дальнейший алгоритм. Если мы в процессе сбора этой информации понимаем о том, что действительно у нас это может быть либо... Я прошу прощения. Если у нас мы понимаем, что это опять-таки работают, к примеру, коллекторы, допустим, люди не хотят обращаться, увиливают от обращения в полицию, мы можем сделать вывод о том, что действительно заявка ложная, или просто человек как-то хочет воспользоваться услугами, бесплатными услугами, так условно зовем, добровольцев, найти человека. Да, у нас есть определенные ресурсы, которые нам помогают те же соцсети оперативно получать какую-то информацию. Вот. И поэтому, если мы говорим о том, что большой срок пропажи, мы не занимаемся поисками, не берем в работу поиски с давностью более года. Для этого мы направляем уже в другие программы, в ту же программу «Жди меня», которые довольно-таки эффективно, оперативно могут находить человека уже с пропажей, допустим, в 90-х годах человек пропал, такими поисками мы не занимаемся. Более того, есть определенные моменты, допустим, семейные разборки, грубо говоря. Здесь уже, когда идет дележ, назовем так условно, грубо его, когда вот начинается между родителями, пытается ребенка там как-то не поделить, но опять-таки здесь моменты, связанные со взаимодействием с полицией. То есть мы общаемся, мы сотрудничаем, мы, соответственно, принимаем определенные решения, то есть есть нюансы. Поэтому, если мы говорим о том, что это явно криминал и о том, что нашим поисковикам в процессе этого поиска будут грозить опасность, мы, соответственно, консультируемся также с правоохранительными органами, там с сотрудниками полиции, они говорят, ребят, здесь явно то-то, 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 ваша помощь здесь не нужна. То есть мы сами. Поэтому разная была ситуация, хотя были ситуации, когда мы срабатывали очень оперативно, получалось у нас и находили подростков, которых в том числе пытались завербовать в нехорошее, скажем, отношение. вот, еще есть определенный момент, но это мы уже потихоньку от этого уходим, когда мы явно понимаем, что это вода, то есть когда мы понимаем, что человек утонул. Мы, поскольку мы на, ну, как правило, там, да, во многих регионах не имеем в структуре наших отрядов каких-то профессиональных водолазов, не имеем техники, так скажем, специальные для погружения и прочего, скажем, инструментов, мы просто оставляем эти поиски на, соответственно, уже на работу там спасателей. У нас есть наш дружественный отряд Добротворец, это профессиональные водолазы, которые работают с определенными инструментами, с подготовкой, но не во всех регионах они есть, вот, но в целом, как бы, это, от этого, так сказать, от этого фактора мы уже потихонечку отходим и потихоньку уже тоже переходим на то, чтобы искать в том числе и на воде, и в воздухе, и на земле. И момент касательно того, кого можем, как говорится, отстранить, прекратить там, отстранить, да, мы, как правило, такое случается редко, но мы, как правило, не отстраняем, мы можем человека не допустить до поиска. Основной проблемой, основной причиной недопущения человека до поиска, это если человек приехал в состояние алкогольного опьянения. То есть, у нас строгий, сухой закон при проведении любых отрядных мероприятий, будь поиск, либо это какие-то учения, да, даже самые простые учения там где-то в городе. У нас строгий, сухой закон, то есть жесткий. И поэтому, если человек приехал в этом состоянии, да, мы попросим вежливо о том, что, мы объясним, мы не будем, так скажем, грубить, мы объясним человеку для чего и почему и по какой причине. То есть, как правило, люди это понимают. Ну, и в соответствии, человек не готов работать по нашим алгоритмам, если он не готов слушаться нашего старшего поисковой группы, если он не готов выполнять те задачи, которые ставятся перед группой, координатором, руководителем поиска, ну, конечно, тоже этот человек не будет допущен до поиска, поскольку, ну, нам, мы понимаем цену инцидентам при проведении боевой задачи, при выполнении боевой задачи. Поэтому, вот, как бы, так. А так, в целом, мы всегда всем рады, и чем больше людей, я повторюсь, людей никогда не хватает, их всегда мало, сколько бы их многих не было, их всегда мало, поэтому людям мы всегда рады на поиск. Родственники могут запретить поиски проводить в поисковом отряду? Просто сказать, мы не хотим, вы не нужны, я хочу экстрасенсов позвать, а вы до свидания. Вы знаете, ну, если родственники к нам, не то, что запретить, они просто к нам не обратятся. Ведь мы-то работаем, опять-таки, если к нам обратились родные и сообщили, вы знаете, бывают ситуации, когда, к примеру, к нам обратились не родственники, обратились знакомые, допустим, семьи, вот, но мы понимаем, что от родных никакого нет обращения к нам. Если мы понимаем, что эта ситуация вызывает некое недопонимание, скажем, да, и настороженность, мы можем с вами обратиться в этой ситуации, в полицию, сказать, что такая-такая ситуация, да, вот там происходит то-то, пожалуйста, разберитесь. Вот, а так, в целом, конечно, да, то есть, мы всегда работаем, мы распространяем те же ориентировки в соцсетях, только с разрешения заявителя, поэтому, такие моменты, нюансы, которые мы всегда придерживаемся, если человек говорит нет, ну, опять-таки, ну, у нас работа выше крыши, поэтому, да, мы, мы можем обратить внимание, мы можем, подключить полицию к этой ситуации, но, если человек говорит, не надо обращаться, то есть, он сам к нам не обратиться, если ему не нужно, мы просто даже об этом поиске можем и не узнать. Вопрос такой, какие сложности могут возникнуть при поиске человека, ну, пару таких, тройку ситуаций, когда, что-то было такое, что, вот, прям, были глобальные какие-то сложности, проблемы, рассчитывали на одно, скажем, а в итоге получилось совсем все по-другому, и приходилось на месте подстраиваться под ситуацию, были такие случаи? Ну, у нас, в нашей горно-лесистой местности, наверное, это один из таких факторов, это погода. Когда у нас был поиск, один из резонансных поисков, когда во время выполнения поиска пошел неимоверно сильный ливень, это горно-лесистая местность, это склон, это, скажем, да, и нам пришлось останавливать поиск, поскольку даже группа, которая ушла на задачу, переходили там в водоем, речку-то, скажем, по щиколотку, они назад, скажем, не могли вернуться, поскольку-то, скажем, пошла-пошла большая вода, и просто ребят пришлось эвакуировать, поэтому такие моменты, которые у нас, в нашей местности, они очень актуальны. Погода, соответственно, это может быть дикие животные, но не так часто. Бывает ситуация, когда мы сталкиваемся с тем, что на поиске наши ребята, поисковики попадают под обстрел охотников. Ну, как правило, это браконьеры, то есть, да, возможно, пьяные, так скажем проще, то есть, да, у нас тогда тоже мы останавливаем поиск, мы привлекаем сотрудников полиции, либо, если это дикие животные, мы понимаем, там, медведь, допустим, то мы привлекаем группы профессиональных охотников, которые вместе с нашими ребятами выходят на задачи, лесничьи и вооруженные, да, обеспечивают безопасность выполнения задачи. Ведь главная задача наша, да, и мы не увеличиваем количество пострадавших. Ну, наверное, уже будет последний вопрос, у нас время, к сожалению, тоже ограничено, потому что люди просто не будут слишком долго прямой эфир смотреть. Как стать добровольцем, как, или членом команды поисково-спасательного отряда, то есть, что для этого нужно, какие критерии, как вступить в своей области, в своем регионе? В любых соцсетях заходите на наши страницы, там есть анкета добровольца, вы ее заполняете, и с вами связывается человек, который, да, занимается с работой с новичками. Поэтому, также можете позвонить по телефону 8 800 754 52 горячей линии и сказать, я хочу быть добровольцем не за верх, хочу в отряд, и информация также будет передана нам в регион, к нам, и мы в ближайшее время после этого с вами свяжемся. Поэтому, все проще. Было бы желание, расскажем, что делать, как, объясним, научим. Приходите, мы всегда рады новым людям. Так, для меня, честно говоря, безумно интересный разговор, я не знаю, как остальным, но мне это всегда было все интересно, я думаю, что нам будет еще о чем поговорить. Саш, я еще раз повторю, что мой канал в вашем распоряжении, любая информация, там, помощь в поисках, все это будем делать. Спасибо огромное. Спасибо огромное вам, да, и всем спасибо, кто нас слушал. Будем на связи, потом еще позже свяжемся, поговорим о том, о чем разговаривали. Спасибо огромное еще раз. Да, Благодарим. Берегите своих родных объездов. Все, до встречи. Так, сейчас, ребята, секундочку. Симба, Симба, привет, Симба. Так, ребят, ну, в принципе, я ответы на свои основные вопросы получил. Спасибо за, так, тысячу рублей мне кинули, сейчас я посмотрю, кто это. Тысяча рублей донат. от поэта. Спасибо огромное, Александр, как вы стали добровольцем, уважение вам и вашим коллегам, какое оборудование вам необходимо в первую очередь. Ну, мы на эти вопросы уже ответили в течение прямого эфира. Спасибо, поэт, за поддержку. Оригинал на месте. Так, ребят, вопросы у кого какие-то остались, кто-то что-то там не успел спросить, задавайте вопросы в комментарии, либо в телеграм-канале, пишите, ссылка будет в закрепленном комментарии. Все необходимые ссылки есть в описании под этим прямым эфиром и будут также в телеграм-канале опубликованы. Надеюсь, прямой эфир был для вас информативным, полезным, ценным, и мы дальше будем с Александром сотрудничать, помогать информационно, финансово по возможности. Еще раз всем спасибо, спасибо за поддержку, за лайки и хорошего всем вечера, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok